Итак, всем привет, ребят! Знаю, знаю, вы все долго ждали, пока я сделаю реакцию на этот трейлер, но все сделали реакцию, включая Тому, но не сделал я, потому что я был, честно говоря, занят, постоянно уставший, не мог заниматься каналом и всё в таком вот духе. Что ж, My Little Pony новое поколение, сейчас будем сырить, боже мой, это круто, это очень круто, поэтому сорян, если, во-первых, я сделал такое вот окно, Hasbro может в любой момент забанить, сорян, если я буду часто останавливать, я хочу комментировать просто каждый момент, Сами понимаете, я реакционер, а не человек, который просто так занимается каналом, ну, типа, не по другим тематикам, а в основном реакции снимаю. Ладно, смотрим. Да, мы давно на земле Японии, Пегасы и Единороги, жители Мири и Сокласси. Да. Кстати говоря, вот её голос мне жутко не понравился в русской озвучке, вот серьёзно. Я надеюсь, что что-либо с ним сделают, когда выйдет официально, то есть полностью. На заднем поне сразу же можно выделить Rainbow Dash, Rarity, Twilight, Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie, короче, у неё ещё и постеры с Rainbow Dash, ещё с какими-то персонажами, мы все эти моментики смотрели, так что, блин, это круто, что она прям фанатка такая. Да, все прям начали убегать от Единорога, как мне кажется, вот, ладно, давайте я вот это вот скажу уже после ролика. Да так, все в третки играют, я тебя нашла! О, нет! О, господи! О, сын! Да! Вы, сын безопасности, да! Это не мой сын! Не уговорите! Сразу можно подметить, что юмора, скорее всего, будет вот, какому мы привыкли в оригинальных понях, его будет сполна. Нужно уходить отсюда! Покажи мне магию! Ну, вот так! Та-да! Так, у тебя нет магии? Раньше она была, но потом, пуф, и всё исчезло! То есть, да, как мы понимаем, всё как раз таки будет, как нами рассказывали в новостях, ещё где-то, что всё будет построено вокруг того, что у паней больше нет магии. Но я думал, что оно, типа, знаете, пропало с поколения в поколение и так далее, и оно пропало. Но, видимо, видимо, будет всё построено, что оно пропало вот не сразу. То есть, Анас говорит, что раньше она была, а потом пуф! То есть, можно предположить, что у неё всё-таки была магия. Вы слышите эту песню? А что такое сразу же? Что случилось с пегасами Раз они вот так вот сразу От них добра не жди Блесток Ура, перевоплощение Я обожаю их Потрясающе Вперёд, пони И да, я понимаю, что Многие могут сразу же сказать О том, что, о боже мой Это же 3D графика Многие уже ставят крест на MLP Но, ребят Камон, проснитесь Я уже говорил это не раз Надо давать шансы Если вы что-то хотите жутко посмотреть Но вы не даёте шанс Вы сразу же Мех Зачем это надо вообще И В любом случае Что я скажу Ребят Не надо так Давайте дадим шанс Как пони лайфом было Даёшь Танцевальный баттл Я не играю Я выигрываю Они маловаты Или ты для таких игр Вообще-то Я старше, чем кажусь Оу Это Это ещё что, типа Спайка-заменитель будет Или что? В общем, да Такой трейлер Сейчас Только последние кадры Надо заирнуть С 23 сентября И Почему-то Это Будет В русских кинотеатрах Суть в чём Полнометражка выйдет на Netflix Камон Это можно сравнить Честно говоря С пиратством Потому что Сама компания Не укладывала Никакие договоры По поводу Показа в кинотеатрах Они сразу же Подписали контракт С Netflix Но Русские зрители Вы увидите Это всё В кинотеатрах Ещё и на день Раньше Чем Сама полнометражка Должна была быть Потому что По-моему 24 сентября Хотя Кто его знает Но Суть в чём Я понимаю Что Для многих Как бы Броней может Этот трейлер Показаться Сильно специфическим Это да Но Всегда надо Давать шансы Если вы не даёте шанса Вы не Будете знать Понравится это вам Или нет Потому что С пони лайфом Тоже было Очень много Бугурта Я помню Я просил вас Дать Пони лайфу Шанс Потому что Мы не знаем Чего ожидать Что будет И так далее Когда вышел Пони лайф Мы Сразу Поняли Что это был Отстой Полнейший Я с трудом Посмотрел Половину Первой серии То есть Реально Было Сложно Смотреть С полнометражкой Это тяжело Будет сказать Потому что После неё Выйдет Ещё и Пятая Генерация То есть В принципе Можно Посмотреть Какой Какой Вообще Может Стать Пятая Генерация MLP И Какой Будет Многосерийный Мультсериал Но Есть Ещё Такая Вот Проблема Очень Сильно Даунгрейдят Графику Каждый раз Когда Выпускают По Какому-то Мультфильму Мультсериал Вспомните Пингвинов Из Мадагаскара Когда Вы Смотрели Вообще Мадагаскар Вы Могли Заметить Что Там Шерсть Развивается На ветру Всё в таком Духе Когда Мы Смотрели Мультсериал Пингвины Из Мадагаскара Когда Он Был Ну При Том Что Он Был Смотребелен Всё Равно Сами Персонажи Выглядели Как Какие-то Я Не знаю Пластилинки Или же Пластмассовые Персонажи То Есть У Того Же Самого Джулиана У Него Как Бы Очень Пушистый Он Даже Можно Вот Посмотреть Он Очень Пушистый Персонаж Но Когда Вышел Пингвины То Он Не Настолько Прям Был Пушистым Скажем Так Он Был Реально Как Пластилиновый Какой-то Так же Само Было С Бэйби Боссом Так же Само Было С Чем Ещё Короче Есть Огромное Количество Мультов Которые Выходили Именно Вот Таким Вот Образом Они Даунгрейдят Графику И Она Выглядит Ну Как-то Просто Странно А Вышла Недавно Этот Корпорация Монстров Полноценный Мультсериал Про События Которые Произошли После Фильма Точнее Самого Первого Мультфильма Который Выходил Но Проблема В чём Проблема В том Что Мне Очень Тяжело Было Привыкнуть К Графике Корпорации Монстров Серьёзно Типа Я привык Что Мультфильмы Идут Плавненько Но В Мультсериале Какие-то там Прогрузки Кадров Короче Очень Тяжело Мне было Привыкнуть Но Мне Мульт Понравился Он Мне Понравился Действительно Но Невооружённым Глазом Было Видно Что Там Пропуски Кадров Жёсткие И От этого Рили Тяжело Было Но Да ладно Вот такая У меня Реакция На трейлер Просто Ждём Скоро Всё Выйдет Нам Осталось Подождать Всего Лишь Месяц И Месяц И сколько Короче Месяц И неделю Вот Что ж На этом Пожалуй Всё С вами был Флаттергрин Всем удачи И всем Пока Пока